Здравствуйте, драгоценные мои друзья! Ну что же, мы с вами опять проходим обряды черного колдовства. Но, знаете, мы с вами проходили кладбищенские обряды. Честно говоря, конечно, их нужно знать, как, в общем-то, и обряды работы со стихиями. И там, и там есть, конечно, и составляющие черные, и составляющие белые. Но часто мы встречаемся, в общем-то, в нашей жизни, в нашей работе именно с черными практиками. Потому что диагностируем у себя или у тех людей, которые к нам обращаются, или своих близких, именно негативные воздействия. В общем-то, если у человека все хорошо, то и, слава богу, да, там не надо мешать, не надо вмешиваться. Каждый человек должен получать свой опыт, идти и развиваться. Поэтому, почему мы акцентируемся именно на чем-то плохом? Потому что именно человек страдающий, ну, вынужден либо сам искать пути выхода, либо обращаться к кому-то. Конечно, в идеале самому найти выход из сложившейся ситуации. Но в чем-то, ну, уж если путь вообще перекрыт, то, значит, нужно искать либо информацию, либо человека, который может вам помочь. Ну, вот, сегодня мы поговорим о закрытиях пути, о, ну, некой такой порче, перекрытии дорог, размывании намерений, размывании счастья с помощью стихии воды, с помощью стихии реки, с помощью глубоких умодов. Да, друзья мои, сначала мы, значит, давайте проработаем этот обряд, проговорим его, как это происходит обычно. Да, то есть, конечно, у каждого колдуна у него свои, там, прихваты, свои наговоры, свои заговоры. Это естественно. Но важна общая схема и понятие эффективности, потому что любое колдовство, оно имеет какую-то эффективность. Если у колдуна много личной силы, если у него есть некая поддержка стихийной сущности, то есть какие-то взаимоотношения личные с стихиями, к примеру, воды, с которой мы сейчас будем работать, то, значит, колдовство очень сильное. Даже если слабый колдун делает что-то, все равно воздействие есть. Просто оно, картина более размазана, более смыта, и ее, ну, можно, может быть, тяжелее диагностировать. Итак, чтобы снимать проклятия, нужно понимать, как они ставятся. Итак, друзья мои, давайте посмотрим. Вот это вот закрытие пути через стихийный обряд работы с водой. Значит, ну, работаем, к примеру, с водной стихией, с водными духами. Конечно, это сразу же, да, по сравнению с такой не очень доброй энергией кладбище, стихия, это всегда, даже при злом колдовстве, это некий такой, ну, во всяком случае, для меня сразу воодушевляет, сразу чувствуешь вот это. Поговоришь о реке, о вот этих омотах, о темной воде, о лунных бликах на этой воде, сразу, друзья мои, возникают эти образы, прекрасные, красивые, магические, таинственные образы, туманного над водой, морская стихия, речная стихия, стихия, болот. Вот, ну, всегда вода, вода близка мне. Итак, друзья мои, значит, работаем. Ох, как попугай взошелся, видите, как дошло. Тоже, говорит, я тоже знаю, ну, потому что попугай был раньше тоже, тоже неким таким колдуном. И, значит, тоже говорит, я знаю лучше, чем этот мистик, и расскажу вам, как я колдовал и до чего я доколдовался, в конце концов, доколдовался до попугайского тела и попугайской клетки. Ну, что же, опыт тоже опыт. Поэтому для проведения обряда, естественно, нужно место. Ну, к примеру, если вы работаете на реке, нужен такой, как бы, омот. Вот, на реках бывают такие места, где есть глубина, как бы, такой, после стремнины есть омот, некая такая яма, где вода свободная и глубина большая. То есть, это тоже некие места силы, где часто концентрируется энергия водных духов. И, конечно, друзья мои, во-первых, у вас должна быть связь с этими духами. Вы должны в этих местах уже ходить, медитировать, разговаривать, купаться. Поэтому, чтобы духи вас знали, если вы просто придете на любую речку и начнете там колдовать, ну, эффективность действий будет, конечно, минимальная. Поэтому, если вы понимаете, да, стихия воды должна быть вашей. И для этого предварительно, естественно, нужно поработать со стихией и хотя бы помедитировать в том месте, где вы собираетесь колдовать. Иначе это просто даже смешно. Почему? Значит, ну, к примеру, вы хотите закрыть какому-то человеку, злодею, не злодею, на дороге пути и отнять его удачу. Ну, нужно какой-то, нужно привязать этого человека. Если у вас имеется фотография его, даже распечатанная, активированная фотография, то есть, не отключенная от... То есть, бывают, что люди, знающие, отключают свои фотографии, привезут в своих сетях, чтобы через них невозможно было колдовать. Но опытный колдун подключает эту фотографию, даже отключенную, да, подключает человеку привязка... Ох, попугай! Ох, ох, колдун старый! Старый колдун тоже хочет поделиться с вами, но, к сожалению, вы не знаете его птичьего языка. Значит, можно, ну, к примеру, сделать лист бумаги, да, и там нарисовать человека, да, как схему, и тоже привязать конкретному человеку. Если у вас, к примеру, нет фотографии, привязать по чатрам. То есть, момент привязки очень важен. Привязывать человека, ну, к примеру, даже, к примеру, можно сделать через куклика, привязывать куклика нужно вне. То есть, до того, как вы пойдете колдовать, у вас должно быть все приготовлено. И нужны дары духом воды. Это не должны быть какие-то продукты питания, да, это должно быть для духов воды. Подходит жидкость. И для черных обрядов подходит жидкость в основном, ну, как бы спиртное. Спиртное сделанное, в идеале, сделанное своими руками. То есть, какой-нибудь хмельной напиток, типа домашнего пива, ну, или, к примеру, даже самогона. Но если покупное, ну, годится, но с натяжкой, да, то есть вы, значит, в это спиртное должны зарядить. Зарядить свое намерение. Потому что духи не пьют. Да, не пьют и не едят. У них нет ни рта, ничего, ни остального. Они забирают энергию, вашу энергию благодарности, которую вы вкладываете в это. Поэтому в хмельной напиток должен быть вложен именно ваша энергия, благодарность, вы даете ее в дар тем сущностям. Значит, кроме этого, нужно взять три монеты, тоже заряженные монеты одинакового номинала. Это не должно быть серебро и золото, это могут быть там, к примеру, ну, в тех номиналах, которые находятся. Ну, там, к примеру, пятирублевые такие монеты, либо десятирублевые. Ну, честно говоря, я предпочитаю десятирублевые, потому что они хоть чуть меньше, но более такие близкие, близкие. Ну, для каждого свое. Значит, и, значит, берете с собой вольт, то есть лист бумаги с привязанным человеком, либо фотографию, тоже привязанную по чакрам, либо кукляка, сделанного из таких материалов, которые размоются лучше, из глины, чтобы не было никакой химии. И берете, значит, три монеты и спиртное. В идеале спиртное, сделанное своими руками. Перегнанный самогон, ну, либо, может быть, хмельной квас или пиво. Значит, приходите в комнату, где вы уже, да, здороваетесь духами, вежливо, спокойно призываете их помочь выполнить вам обряд. Затем, вот в этот лист бумаги, либо, значит, привязываете кукляка к этому большому камню, ну, камень, примерно, с ладошку, наверное, который вы должны найти в районе, вот в этом, вот, на берегу этой речки, либо в какой-то близости от нее. То есть, камень с собой приносить не надо. Либо бумагу, фотографию заворачиваете, бумагу с привязкой, либо куклика привязываете к камню, ну, желательно тоже натуральной ниткой какой-нибудь, чтобы вот так несколько раз вязать, чтобы он опустился туда и там начал растворяться. Значит, и бросаете вот этот вот камень, уж с привязанным, с привязанным человеком, с привязанным изображением в омут. Желательно попасть в самый центр. И, конечно, говорите оговор. Это могут быть свои слова, могут быть какие-то, в идеале, может быть, даже какие-то, пусть может быть, корявые такие стишки с приговорами, наговорами, потому что ритмика стиха, ну, придает еще дополнительную силу. Можно своими словами просто заранее там написать на бумажке, выучить какой-то текст, что вы, просто что вы хотите, да, чтобы у этого человека была, удача его покинула, ну, в идеале, конечно, какая-то стихотворная форма. К примеру, какой-нибудь там три дороги в чистом поле змеились, три дороги в город золотой тянулись. Горе тому человеку, говорите имя того человека, горе тому, там, к примеру, Дмитрию, что по дорогам тем ходит, что удачи ищет, что счастье ищет, не видать ему ни удачи, ни сибра, ни зла, ни любви небесной, ни радости земной. Умут черный все поглотит и укроет, всю удачу размоет, уведет, морок наведет, счастье уведет. Дороги не в град богатый, а в дороге в царство темное, подводное, холодное. Кто по дороге пойдет, тот только омут черный найдет, чтобы все дороги Дмитрия вели в черный омут. Все его, все его колдовство, вся злость в этом омуте тонули, на дно его тянули, чтобы русалки, глаза и бездушные, батюшка водяной царь подводный, забери все пути, все дороги, опять же, говорите имя, там Дмитрий, к примеру. Я к пиру твоему приношу, угощение щедрое. И выливаете вот это вот, свой хмельной напиток в воду. Потом разворачиваетесь спиной к реке, спиной к омуту, и бросаете через плечо, через левое плечо, три монеты по очереди. И, значит, не поворачивайте еще обратно, говорите, да будет так, да свершится месть моя окаянная. И уйду я из подворного дворца в чистоте и целости, и уходите, и не оборачивайтесь. И, конечно, по дороге домой, ну, нельзя ни с кем разговаривать. То есть, вот это вот правило очень важное, потому что это может сбить всю настройку колдовства. По дороге домой тоже думайте о этом процессе, об этом человеке, и мысленно перекрывайте, заводите все его начинания вот в этот омут, где он кружится, кружится, и, в общем-то, ничего у него не получается. Колдовство такое вроде бы простое, но на самом деле очень опасное, потому что в этом случае вы привязываете человека к стихии воды. И человек, к примеру, да, вот так на нем достаточно сложно диагностировать, когда он просматривает или его кто-то просматривает, да, вот эта вот порча может быть скрыта, потому что она водяная, она как бы перетекает. Конечно, можно ее уловить на руках, можно уловить ее в солнце удачи, но результат получается, дело в том, что вроде бы на человеке порчи нету, она не диагностируется. Хотя может быть, конечно, отлита, но не полностью, только частично можно зацепить ее, потому что активируется она в момент тогда, когда человек общается с водой. А так как человек ежедневно, да, там как бы все равно умывается, принимает ванну, душ, к примеру, посещает, ну, идет по берегу реки, море, озеро, ручья, проезжает мимо них, да, вот его взгляд падает на реку, падает на море, да, или он заходит в душ и омывает себя. И в этот момент эта порча активируется, то есть, соответственно, у человека есть планы, есть намерения, он что-то решает делать, сталкивается с водой, и вода все его планы уносит. Поэтому он вроде бы только-только начинает делать, все вниз, да, и удача, и финансы, и все остальное начинает уходить. Собирается только что-то реализовать, раз, все ушло, все смылось, все размылось. То есть, всегда его удача размывается, и как бы поймать этот момент, вроде думать, ну, все вроде нормально, даже, даже занимаюсь, даже там что-то такое. Раз, и все уходит, и нет удачи у человека. Ну, вот, друзья мои, опасное колдовство, простое, стихийное, опасное. Но, значит, как диагностировать его? Ну, в принципе, по косвенным признакам, да, хотя можно на руках уловить вот это вот некое ощущение движения, то есть, это не жесткая такая, не жесткая конструкция, а что-то такое перетекающее, что проклятие сделано на воде. И, в принципе, ну, как бы вызвать и отдать хозяина колдовства можно, да, но хозяину-то вы отдадите, а вот привязочка-то к стихиям воды. То есть, здесь стихий много, и сущностей много, и можно тут запариться, отдавать. Каждый раз вы будете отдавать, будут приходить все время какие-нибудь вот эти вот странные русалчи, или там какие-то водяные морды, которым вы будете отдавать, ну, они будут забирать, вам станет чуть легче, потом опять будет накрывать. То есть, здесь вот такая вот стихия воды сложно, вы на нее давить не можете, она все время будет утекать. Поэтому, в первую очередь, конечно, диагностика, а во вторую очередь, конечно, чтобы стихия воды стала вашим другом. Да, то есть, вы должны медитировать на воду, и, в принципе, в идеале понять, на какой реке сделано это, и прийти на эту реку, и совершить. То есть, или человек совершает этот обряд, или, если он доверяет колдуну, тот, определив, что был совершен подобный обряд, делает даже на другой реке, делает тоже колдовство с омутом, забирая, отпуская человека, освобождая, кланяясь духом воды, освобождая его от этого заклятия. Да, вот здесь, друзья мои, в принципе, снять несложно, но нужно понимать, а многие просто не понимают, и не имеют большой личной силы, все делают тяп-ляпы, и, конечно, поэтому и не получается, да, вроде бы что-то сделали, а вот это вот порча и закрытые пути им возвращаются. Ну вот, друзья мои, разобрали мы с вами вот такой вот обряд закрытия дорог, ну, будем продолжать с вами практическое изучение различных обрядов и возможности их, ну, нейтрализации, во всяком случае, этого злого колдовства. Все, драгоценные мои, пока, счастливо! Субтитры сделал DimaTorzok